всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня 21 апреля я принесла своим коллегам свой фирменный творожный тортик и пока они его поедают так как у нас ланч я пойду поснимаю для вас что у нас цветет ну или собирается цвести вот как это роза на самом деле сегодня у нас температура 19 градусов на солнышке мы работаем в маечках и вот так вот преобразился наш лук вы помните что происходило прошлый раз и сейчас у нас уже появились лютики появились колокольчики вы видите белые цветы это черемша и очень много ландышей но конечно на клумбах это у нас тюльпаны тюльпаны еще раз тюльпаны во всей своей красе и это уже наверно такой последний концерт но есть чем полюбоваться посмотрите какое разнообразие красок форм на самом деле такое многообразие цветов и форм отновременно не было задумано они у нас постепенно по времени должны появляться сначала у нас более светлые тона которые с нарциссами хорошо сочетаются а потом более яркие и более темные но так как они все натурализованные то есть их никто не закапывает не выкапывает они по пять по шесть лет здесь то естественно вот эти временные границы они как бы смазываются и но вот хорошая погода они раз все и выстрелили или наоборот плохая погода они все сидят и ждут хорошей поэтому вот если первый год или второй это работает временные какие-то рамки то дальше это уже как повезет ну а вот это клумба она называется у нас woodland bed что можно перевести как клумба под деревьями когда я приехала работать в этот сад хозяйка мне показывала и как раз пришли мы на это место она говорит ой вы знаете марина вам трудно представить но когда-то у нас здесь была клумба там были просто дебри и такая роща но в общем все сформировали все сделали и в основном у нас здесь как раз растут растения для полу тени которые и растут в природе именно в рощах под деревьями которые себя комфортно чувствуют ну а напротив у нас яблоневый сад и под ним вы тоже видите как меняется наш лук то есть сначала у нас были крокусы потом у нас были нарциссы сейчас нарциссы созревают но уже поднялись травы и поднялись там и колокольчики в общем все цветет все благоухает видите как красиво цветет эпимидиум и опять много много ландышей что у нас интересненького на главном цветнике но увидите много и незабудок все еще продолжает цвести белые тюльпаны они у нас прямо чемпионы очень долго видите распустилась камазия первые цветочки на персикари ну и конечно пульминария это вообще что-то нечто потому что я уже сбилась со счету сколько недель они цветут и насекомые просто их обожают и в общем то но я считаю что это просто потрясающее растение для любого бордера нулевой уход долгое цветение насекомые любят в общем кладезь просто кладезь много алиумов они уже скоро зацветут они также как и все луковичные у нас натурализованные то есть мы их не выкапываем не закапываем они счастливо живут и размножаются ну и здесь вот около теннисного корта у нас лаванда климатисы розы и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вот тот сильный мороз, который был в начале апреля, и вроде как бы поросль была изнутри, но потом всё становилось хуже и хуже, и сегодня мы приняли решение, что мы будем её убирать и менять что-то в этом месте. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сегодня я на этом обзор закончу. Покажу вам лишь мои любимые папоротники, которые тоже растут сами по себе, ну, как многое в английских садах, то есть тут природа не насилуется. Надеюсь, что вам понравилась прогулка, и жду от вас комментариев. Можете поддержать меня лайком, мне будет приятно. Вам всего самого доброго весеннего настроения. Конечно, мирного неба над головой. У кого оно не очень мирное, чтобы поскорее всё это закончилось, и чтобы опять мы могли сажать наши цветы и украшать нашу землю. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.